Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я кое-что понял насчет эфириума и хочу поделиться этим с тобой. Поверь, когда ты досмотришь это видео до конца, ты совсем по-другому будешь смотреть на вторую криптовалюту. Я разделю это видео на две части. В первой расскажу о том, что происходит сейчас с обновлением Шанхай. И во второй расскажу, почему люди больше никогда не будут продавать эфириум, если они поймут то, что понял я. Это понимание является прямой дорогой к бесконечному росту эфириума против биткоина. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк. Давай наберем хотя бы 2000 лайков, это очень мотивирует меня на создание нового контента. Три дня назад, наконец-то начался вывод эфиров и стейкинга. И несмотря на множество пессимистичных прогнозов по этому поводу, это привело к росту эфириума выше 2000 долларов. Давай разберемся, почему и что происходит с выводами эфира и стейкинга сегодня. Многих обманывает большое количество монет эфира, которые сейчас стоят в очереди на вывод, ведь они обобщают их. Но вот в чем суть. Стейкер может требовать снятия только лишь своего вознаграждения за стейкинг, которое накапало за период блокировки стейк-позиции. И при этом ему совсем не обязательно трогать основную сумму, первоначальную сумму взноса или депозита, называй как угодно. И пока что, как ты видишь на этой диаграмме, большая часть выводимых эфиров приходится на вознаграждение за стейкинг. Речь идет об этой серой части диаграммы. Она явно превышает все остальные типы выводов. Это отличный признак, который показывает нам, что многие стейкеры хотят продолжать стейкать дальше. И забирать из стейкинга они планируют только прибыль, а не весь депозит. На данный момент в очереди на вывод находится в общей сложности 1,41 миллиона монет эфиров. Практически полтора миллиона. Учитывай, что эта сумма включает в себя как изначальные депозиты, так и вознаграждения. Да, сумма не маленькая и она продолжает расти. Но вот что тебе нужно знать. Не все люди, которые выводят эфир из стейкинга, намерены его продавать. Ведь с момента, когда впервые появилась функция стейкинга эфира, прошло много времени. И за это время создано множество протоколов, функций и опций. А значит, некоторые люди, которые сейчас выводят эфир, вполне смогут вернуть их в стейкинг через новые протоколы, в случае ликвидности и гораздо более низкой комиссии. Кроме этого, из этих почти полутора миллионов эфиров одна целая 0,25 миллиона монет приходится на биржу Кракен. Биржа обязана вывести эти эфиры, поскольку ранее она договорилась с комиссией по ценным бумагам и биржам США о закрытии своей программы стейкинга, в том числе и стейкинга эфириума. Я не удивлюсь, что многие из тех, кто стейкал эфир на Кракене, просто перейдут на другой сервис после возвращения своих эфиров из стейкинга на Кракене. И наконец, с момента запуска обновления Шанхай, новые люди уже принесли 223 тысячи эфиров в стейкинг. А это половина из того, что было выведено за это же время. Это может быть связано с тем, что многие люди не стейкали эфир лишь потому, что у них не было возможности выводить их из стейкинга. Теперь такая возможность есть. И это приводит нас к самому главному умозаключению, которое потрясет тебя до корней волос. Обновление Шанхай и разблокировка выводов эфира и стейкинга – это бычье событие для эфира, а не медвежье. Почему? Потому что эфириум теперь является идеальным залогом, который приносит пассивный доход. И людям не нужно больше его продавать, чтобы получать этот доход. Цена любого актива и любой криптовалюты, ведь криптовалюта – это новый класс активов, зависит от соотношения продавцов и покупателей. А у эфира, если люди поймут мою мысль, не будет больше продавцов. После перехода на Proof of Stake эфир стал активом, бесприсущим другим активом обычного структурного давления продавцов. Эфир стал уникальным активом, который не нужно продавать, чтобы получать прибыль. Эфириум на Proof of Stake – это глобальная интернет-облигация с доходностью от процентных ставок стейкинга. И когда ты стейкаешь его через ликвидные протоколы, такие как, например, Lido, Coinbase Staking, Rocketpool и другие, ты фактически получаешь токен долговой расписки, который выступает в качестве залога при получении дохода от стейкинга. Это как казначейские облигации США в фондах денежного рынка. С одним лишь различием – эфириум будет гораздо-гораздо доходнее. Фактически ты получаешь пирог из эфириума, который может расти сам по себе за счет курса монеты, как на дрожжах, и при этом приносить доход из стейкинга. Доход ты кушаешь, а остальной пирог держишь и выращиваешь новый доход. Успешное обновление Шанхай сделало самую важную вещь, которую многие упустили. Оно снизило риски процесса вывода денег из стейкинга, что раньше останавливало многих от стейкинга эфириума. Теперь не останавливает. Теперь такой преграды больше нет. Когда люди поймут эту истину, эфириум, особенно по отношению к биткоину, будет расти так, что даже сможет его обогнать. Фактически мы наблюдаем рождение уникальной формы бычьего рынка, которого в истории криптовалюты мы еще не видели. Эфириум становится глобальным интернет-активом, который нельзя конфисковать, который приносит стабильный доход и который может быть легко заимствован в сети, что устраняет необходимость продажи монет эфира для получения прибыли. Такого актива никогда раньше не было и когда люди это поймут, держателям эфириума просто-напросто не нужно будет больше продавать эфир. И в итоге рост цены эфира может стать просто шокирующим. Но это не финансовый совет, это просто интересная идея, которая пришла мне в голову, на которую я натолкнулся вчера. И она меня действительно шокировала, именно поэтому я решил поделиться ею с тобой. Ну а на этом все, меня зовут Богатейший Ди, если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, это очень поможет его продвижению, ну а мне поможет находить мотивацию для создания новых видеороликов. Ну а мы с тобой увидимся совсем скоро на этом канале, на канале, где мы каждый день рассматриваем самые важные и интересные события из мира криптовалюты и экономики, поэтому подписывайся. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok